Пуч подтолкнул развал Советского Союза, многие называют это сегодня трагедией, многие говорят, что это замечательно, что так произошло. Вы были непосредственным участником и свидетелем развала Советского Союза в Беловежской пуще. Все происходило на ваших глазах при вашем непосредственном участии. Мне приходилось слышать мнение о развале Советского Союза от разных людей. От Леонида Макаровича Кравчука, от Витольда Павловича Фокина, от Геннадия Бурбулиса, от ряда других людей, которые находились там. Все они говорят, что изначально желания развалить Советский Союз ни у кого не было. Это так? В общем-то так. Все думали, что будет то, что не получилось, это подписание этого договора. Но договорились, попишем другой договор. То, что обозвали СНГ, это новое образование. Но будет новый Союз, будет так же в одних рамках. Будет так же совместная оборона. Ну, конечно, будет немножко по-своему вести свое хозяйство. Украина, пусть, свое сало производит и торгует им. Значит, Россия. Беларусь, а картошку. Остальным, да, и так далее. Потому что считали, что Украина горит Россией. Ну, хорошо. Все так считали, попробовали. Кто кого горит, ничего вроде. А то выяснили, что, оказывается, нет, наоборот все. Когда разошлись. Но дело в том, что до такой серьезности, до такого размежевания... Речь не шла. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова